У меня на экране открыта и запущена математическая модель части реакторной установки. Это такая примитивная, скажем так, упрощенная модель, но при этом мы, допустим, имеем здесь 14 листов гидравлических моделей. Пожалуйста. Мы имеем тут питательные насосы, конденсатор, достаточно сильно развернутая схема. У нас есть система управления. Тут можно посмотреть, что у нас здесь 188 листов. На самом деле 190, чуть побольше. Вот такие вот регуляторы. ФИДИ ВВД диаграммы. Вот здесь регулятор. Вот примерно такие регуляторы мы собрали в виде ВВД диаграммы. Они с листами. Листов 192, листов 150. Это можно распечатать как альбом и использовать для анализа или выдать как техническое задание завода с гидравителю. Либо сгенерировать из них программу. Это готовая математическая модель, которая, как мы видим, держит наш реактор в нужном состоянии. Ну и давайте перейдем к ошибке. Я вхожу в лист 14, в лист управления, выбираю задвижку и вижу у меня кнопочка «Отказ». Кликаю по ней и вижу, что у меня есть 9 вариантов отказов. Она у нас сейчас открыта. Я выбираю отказ «Самоход на закрытие» и нажимаю кнопочку «Ввести». Видите, она начала закрываться. Здесь она у меня начала закрываться. Регулятор пытается отработать, удержать ее, чтобы удержать заданный размер. Вот он, получается, начинает увеличиваться. У него, конечно, ничего не получится, но мы отработали. Пожалуйста. То же самое я могу сделать «Самоход на закрытие», вывести этот отказ. Сейчас задвижка закрыта, давайте ее вручную откроем. Открыть, применить, все, она открывается. То же самое я могу сделать с любой другой задвижкой. Например, конденсатор. Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, эти отказы. Теперь вопрос, как все это выглядит, как это работает. Работает все это достаточно просто. Если мы сейчас вызовем базу данных сигналов, мы увидим, что у нас блок управления задвижкой содержит, кроме 9 отказов, которые я показал, еще 47 различных переменных. Из них команды открытие-закрытие, состояние, подтверждение, запрет на закрытие. Все здесь есть. Сколько у нас задвижек? 220. Для каждой из 220 задвижек у меня появляется 47 переменных, с которыми я могу работать. Далее. Как это все выглядит с точки зрения диаграммы? Теперь я перехожу в компоненты. Вот, выбираю блок управления задвижек и вижу вот такую вот расчетную схему. Эта схема обрабатывает 220 задвижек, находящихся в нашей модели. Хожу в отказы и вот я вижу эти 9 элементов нашей схемы, которые у меня обрабатываются. Получается, у нас 9 отказов, которые отрабатывают. Еще одно резервное. Умножаем на 220 задвижек, которые есть. Это 2000 отказов, которые я этой схемой обрабатываю. А с отчетом того, что у меня в каждой задвижке порядка 47 параметров, то есть состояние у меня может быть здесь 10 тысяч. Поэтому вопрос, можете ли вы привести пример подобной работы с диаграммой миля, муля или любого хера. Причем, когда я говорю о примере, это значит, покажите мне что-то реальное, работающее, как я вам показал сейчас часть нашей модели по реакторной установке. А не вот такие вот статьи, которые вы тут присылаете от 92 года. Это, извините меня, окаменелое дерьмо динозавров, которые, в принципе, интересны только в качестве интеллектуального анонизма. Никакого практического смысла обсуждать такие статьи нет. Вот и будет у вас такая модель. Приходите, посмотрим, порадуемся. Нет, ну, как говорится, на нет и сюда нет. Пока. Субтитры подогнал «Симон»